В этом уроке мы поговорим еще немного о React-роутере библиотеки, узнаем о том, какие у него еще есть дополнительные фишки и попробуем их реализовать в нашем проекте. И я не хотел их рассказывать сразу же, потому что ты бы слишком сильно запутался бы в потоке всей этой информации и постепенно хотел тебе каждую информацию из этой библиотеки разложить по полочкам. Итак, что мы будем делать теперь? Теперь, одна из вещей, которую мы будем реализовывать в этом уроке, она будет просто тестовой. То есть я ее сделаю просто потому, что вот так вот ты поймешь лучше, не более. Я не буду доделывать дизайн для этой идеи, не буду там ее как-то дорабатывать, просто покажу тебе, что так можно сделать. А дальше, если ты хочешь, ты доделаешь это сам. Вот так. Что за вещь? Мы будем делать так, что когда буду кликать на любую пиццу, у меня будет отдельная страница типа «Пицца». Там, не знаю, условно пусть будет так. И когда я буду открывать вот такую вот страницу, у меня будет отображаться информация о моей пицце. Сделаем вот такой вот функционал. Ну, то есть будет картинка там, какие у нее есть типы. То есть по идее будет все то же самое, что тут, но у нас это будет на отдельной странице. Зачем? Просто, чтобы ты это знал, что вот так вот можно сделать. Если тебе нужно там дополнительную логику прикрутить. Ну, условно, обычно как бывает. Когда ты заходишь в любой интернет-магазин, бывает короткая информация о продукте. Ты кликаешь на продукт, и открывается его полная информация. Описание, характеристики, я не знаю, там еще какие-нибудь дополнительные вещи. Но в нашем случае такого нет. И мы просто будем отображать информацию, которая у нас есть из нашего объекта. Ну, посмотрим, может быть, что-нибудь еще там сделаем. Вот такая вот история. Далее. Далее я тебе расскажу про некоторые хуки, которые есть у библиотеки React Rooter. Их мы тоже обсудим, чтобы ты знал. И одну из самых важных вещей, которые есть в React Rooter, и значимых, потому что тебе рано или поздно нужно будет ее заюзать, это аутлеты. Ты скоро поймешь, что это. Хорошо. Давай мы, наверное, начнем с того, что посмотрим, что за вкладки открыл. Посмотрим, есть. У меня есть Use Location, Hook, есть Outlet и Use Params. Давай мы, наверное, начнем с этих двух хуков. И оттуда уже перейдем к аутлету. Сделаем это таким образом. Итак, что такое Hook Use Location? Перед тем, как тебе про него рассказывать, хотелось бы сделать важное уточнение. Я уже говорил в одном из уроков, когда рассказывал про React Rooter, типа, что, как, зачем, почем. И все же повторю еще раз. Когда ты делаешь в своем приложении, неважно где, я не знаю, где угодно, там, типа, window location href, и сравниваешь это, я не знаю, там, с кем у тебя адрес, пусть будет карт. И ты хочешь при этом, там, сделать что-то, то лучше вот с помощью window location лучше это не делать. В этом нет что-то прям страшного. В этом нет что-то прям такого, что сломается в наше приложение. Однако, есть важный момент. У библиотеки React Rooter есть специальные хуки, которые тебе позволяют получить какую-то информацию. Например, есть useParams, useRoots, useNavigate, мы уже с ним познакомились, useMatch, useLocation и так далее. Зачем эти хуки вообще нужны? Этим вопросом я задавался, когда впервые изучил React Rooter. И не понимал, нафига мне нужен какой-то хук, если по факту я просто могу сделать вот так. Location и вытащить мне там целую ссылку, ну, или вытащить что-то из Location. Ведь, по идее, мне тогда казалось, когда был React Rooter 5 версии, там, чуть ниже версии, мне казалось, типа, блин, ну, есть же Window Location, и он, в принципе, эту идею решает. И в какой-то момент я столкнулся с проблемой. Проблема заключалась в том, что мне нужно было при, там, изменении какой-то категории, я не знаю, при изменении чего-то сделать так, чтобы мой компонент сделал, там, вскрытие какого-то элемента или сделал смену какого-то цвета, там, в хедере, я не знаю, где-нибудь еще, когда Location, его href, там, пазнэм или что-нибудь еще, не важно, что, там, поменялся. И когда я делал с помощью Window Location то, что я тебе объяснял, то есть сделал, там, по условию скрытия, отображения, смену цвета, чего-то, у меня это не работало. То есть, когда я пытался, например, условно поменять цвет у хедера, сначала он был зеленым на одной странице, потом он должен был синим на другой странице, и в этой ситуации, когда я переходил из одной страницы на другую, у меня почему-то цвет оставался тем же, что и был. Когда я узал просто Window Location. И оказалось, что у React Rootera есть хуки. И эти хуки нужны для того, чтобы, да, ту же информацию в какой-то степени, ту же информацию, что дает, например, там, Window Location. Ее дать в какой-то степени, ну, то, что нам будет необходимо. Но тут важное примечание. Оказалось, что вот эти вот все хуки, я тогда это понял, когда впервые только, там, изучал в самых ранних годах, там, что эти хуки нужны не просто для того, чтобы тебе вернуть там Window Location, вернуть там параметры, вернуть что-нибудь еще. Они нужны для того, чтобы твой компонент, который следит за изменением какого-то там пути, параметров, location или чего-то еще, тот компонент, на который ты прикрутил эти хуки, чтобы они заставили этот компонент сделать перерисовку. Перерисовку при изменении параметров, если мы будем использовать useParams, или же при изменении location, если мы будем использовать useLocation. То есть, если мы прикрутим useLocation к нашему, к любому компоненту, location поймет, useLocation поймет, что произошло какое-то изменение, у нас адрес поменялся, и оповестит об этом компонент. Компонент, в свою очередь, сделает перерисовку и вернет новые параметры. Хорошо, давай вместо того, чтобы тебе просто сейчас объяснять, покажу. Мы берем наш код, давай возьмем вот наш VS код и попробуем сейчас проверить, что же я тут рассказываю. Вот так. Делаем мы. Берем теперь кнопку, где у нас кнопка? Вот она. Да? Вот наша кнопка. Вот она. И мы сейчас сделаем так, что будем скрывать эту кнопку, если мы пришли на корзину, на страницу корзины. Вот сюда вот. Вот эта кнопка у нас скрывает. Ну, например, вот так я хочу, например. Что я для этого буду делать? Для этого я беру const, пока делаю без хуков, беру pozname, window, location, pozname, вот так вытащил. И где моя кнопка? Вот она. Вот тут я делаю следующее. Вот так. И если pozname, то есть если мой pozname window location, location, pozname, его будет совпадать с этой строчкой, если не будет совпадать. Давай сделаем так. То в этом случае мы показываем. Но если он совпадет с этой строчкой, мы его показывать не будем. То есть будет так. Вот, я перезагружаю страницу, смотрим. Угу. Перехожу. Не работает. Кликаю. Не работает. Почему? Почему это происходит? И ты, наверное, скажешь. Ну, наверное, потому что, типа, у тебя window location остается тем же самым, или, я не знаю, там, window location не понимает, что происходит. Возможно. Давай проверим. Console.log. Познай. На всякий случай я пишу window location. Сохраняю. И смотрим. Перезагружаю. Открываю консоль. Смотрим. У меня указано, что в header.js, то есть в этой консоли, на 12-й строчке, есть сейчас компонент header, понимает, что мы на главной странице. И вот вся информация о нашей локации. Теперь я перехожу внутрь корзины. Как ты видишь, у нас header не произвел перерисовку. Видишь? Никакой перерисовки не произошло. И header не понимает, поменялся ли location или не поменялся. Видишь? Хотя я перешел на вот эту вот проверку. Сейчас сказано, если поздно не будет карт, то покажи этот JSX. Верно? А я сейчас на карт странице. И сказано, если не будет на карт, показывай. То есть в нашем случае, если я сейчас на карт, должно быть обратное. То есть сейчас кнопка вот этой вот у меня корзины, она должна была скрыться. Если я не нахожусь тут, то только тогда она покажется. Вот если я, например, на главной, она должна показаться. Если я приду сюда, она не должна была показаться. Но, как ты видишь, у нас header не понимает, что происходит. Он такой, типа, ну, у тебя по факту ничего не поменялось. У тебя ничего не произошло. И я просто буду так же тебе показывать информацию. Видишь? Консоль не выводит об этом ничего. И тут, и прикол, что когда мы делаем вот таким вот образом вытаскивание window.location.past name'a, то в этом случае мы говорим JavaScript дай нам, когда вот мы сейчас впервые сделали F5, и находимся на какой-то странице, дай нам это location, и все. Дальше что будет моим приложением, будет ли оно рендериться, или не будет рендериться, неважно. Просто дай мне то, чтобы у тебя вот при первой, ну, при первом тоже отображении было, то и мне давай. И мы теперь должны сказать компоненту header. Header, когда у тебя произойдет изменение в нашем приложении, произойдет изменение вот этого паз-нейма, то в этом случае перерисуйся полностью. То есть перерисуйся header. Потому что если header не перерисуется, он не узнает, какой паз-нейм сейчас, и он будет говорить, ну, у тебя паз-нейм, это не корзина. Смотри, я перейду сейчас в корзину. Видишь? Нету теперь корзины. Почему? Потому что у меня произошла первая отрисовка, проверка на то, что я сейчас не в корзине, а я нахожусь в корзине. Он говорит, ну, ладно, если ты в корзине, я это не буду показывать. Не буду. Если я перейду на главную и перезагружу, видишь, теперь кнопочка появилась. А мне надо сделать так, что вот хоп-хоп-хоп-хоп, и в этом случае у меня будет отображаться или же скрываться вот эта кнопка. Для этого я делаю следующее. Убираю вот этот вот лайфхак, потому что по факту это типа лайфхака. Но когда это может быть полезным, это может быть полезным, когда ты уверен, что твой компонент точно будет перерисовываться по какой-то там определенной причине, неважно какой. И тебе не хочется ради этого юзать hook use location. Но все же лучше заюзать hook use location. Что мы делаем? Я пишу const location, далее use location, вытаскиваю hook из react-router doom. Ну, вот так вот. Теперь беру... Я могу сразу отсюда вытащить паз name, а могу проверить, что у меня тут будет храниться. Вот так. И сделаем window location и сравним их. Перед тем, как это сделать, я тут напишу не паз name, а location.paz name. Давай проверим. Перезагружаю. Вижу. Вот мой паз name из react-router. Видишь, какой он короткий? Но при этом он содержит всю необходимую информацию нам. А вот браузерский. То есть тут, ну, как мы видим, больше информации. Это, чтобы ты понимал, location из hook и location из браузера, это не то же самое. Мне так казалось, когда я впервые изучал react-router. Сейчас мы изучаем шестую, я тогда изучал четвертую и как-то там постепенно переходил на пятую. Может быть, даже пониже версию, неважно. И тогда было, кстати, если я не ошибаюсь, побольше каких-то параметров. Ну, не суть, не суть. Вот. Мы видим, что из hook объект вернул нам только вот это вот. То есть тут вся информация есть. Paz name, search и какие-то там дополнительные параметры. Хэш там, если нужно будет. Все. По факту нам даже больше ничего не надо. И мы сейчас можем сравнить с этим паз name. Давай проверим. Мы берем location и сравниваем его с паз name из hook. Пока смотрим, он карт или не карт. Если он не карт, не корзина, то показываем кнопочку. Теперь смотри. Хоп. Кнопочки нету. Почему? Потому что мой компонент, он полностью перерисовался. Видишь? Все, что есть внутри, сделало перерисовку. Все, что есть внутри этого хедера, сделало перерисовку. Если я уберу вот эту вот часть и сделаю вот таким вот образом. Смотри. Хоп. Видишь? Вот этот компонент не перерисовался. Этот компонент перерисовался. Наверное, я не знаю, как-то что-то там. У нас какая-то проверка. Может быть, что-то такое стоит. Но, как мы видим, не весь хедер. Видишь? Весь хедер наш. Внимательно вот смотри сюда. Смотри вот на эту часть. И смотри вот на эту границу, которую я сейчас выделил. Весь хедер не перерисуется. Видишь? Он не помечается только зеленой линией. То есть, вот этот вот весь блок не помечается зеленой линией. Это говорит о том, что сам компонент хедер, вот этот вот, он не перерисовался. Перерисовались только какие-то, может быть, перерисовались какие-то внутренности по каким-то непонятным, честно говоря, причинам. Но и то наш родитель, хедер, он не перерисовался. Теперь я убираю, возвращаю в хук. Смотрим теперь. Видишь? Перерисовывается весь хедер. То есть, у меня вот из-за хука весь компонент взял, перерисовался и проверил, нужно ли ему что-то менять или нет. И вот этот хук сказал, да, тебе это нужно сделать. Вот такая вот история. Теперь давай мы поправим немножечко эту логику. Сделаем ее, наверное, вот так. Сделаем вот так. Можно было, честно говоря, не скрывать кнопку, но давай все же скроем. Я сделал вне, точнее, внутри дива я сделал вот это вот. То есть, я див вытащил из этой проверки. Зачем? Чтобы, когда флексбоксы будут работать, чтобы у меня вот тут вот оставалась какая-то пустота. Ну, например, я так хочу сделать. Вот. Ну, по крайней мере, мы поняли, как это надо делать. Это уже круто. То есть, благодаря хуку use location, всем хукам, которые есть тут, неважно, какой это может быть хук, если он реагирует на изменение роутера, то он будет заставлять какой-то компонент делать перерисовку. Ну, если тебе это нужно. Вот такой момент. Окей. Теперь идем далее. Тут есть еще хук use params. Вот он. Давай посмотрим, что это за хук и зачем он нужен. Перед тем, как это сделать, мы перейдем в структуру нашего проекта, создадим новый файл. Назовем его fullpizza.jsx. Сразу же сделаем все по красоте. Сделаем его вот так. И, в принципе, можем сохранить. Ну, давай, наверное, знаешь, как сделаем. Давай какой-нибудь html набросим. Вот так. Далее у нас будет h2. Вот так. Параграф. Вот так. Ну, не знаю, там. Конечно, можно еще что-то отрендерить, какие-нибудь кнопки отрендерить, вот эти вот. Но мне это лень делать, я не хочу сейчас этим заниматься. Давай просто отрендерим, я не знаю, там, стоимость. Тут будет h4, тут будет 250 рублей. Ну, вот так. Вот. У нас есть пока набросок нашей главной, ну, полной пиццы, информация полной пиццы. Переходим теперь мы в web.js. В web.js я делаю импорт. full пицца. Беру ее. И где-нибудь вот тут пишу. Пицца. Давай пицца. Давай пицца, пусть будет пицца. И вот. Теперь, чтобы мне сказать, что тут может быть любой ID, неизвестно какой ID, я не знаю, как он может быть. Я пишу пицца, двоеточие, и называю как-то переменную. Что значит называю как-то переменную? Смотри. Ты же хочешь узнать, когда ты будешь внутри компонента full пицца, какую пиццу ты хочешь открыть, да? То есть мы же будем разные пиццы открывать, у них разные ID-шки. И мы будем передавать ID этой пиццы. И мы должны его как-то прокинуть в этот компонент. Для того, чтобы сказать, какую пиццу мы хотим открыть по вот этому роуту, мы должны сказать, вот наш адрес, он статичный. Но то, что идет далее, будет динамическое. И вот благодаря двоеточию мы это пишем. Но после двоеточия нужно указать название нашего параметра, который будет динамический. Мы пишем ID. Это может быть что угодно. Это может быть название пользователя. Это может быть, я не знаю, пицца ID, как хочешь называют. Я его назову просто ID. Сохраняю. Переходим теперь внутрь наших, внутрь, внутрь нашей пиццы. Сделаем вот так. Вот. Мы видим, что тут как бы отображается какой-то контент, да? То есть непонятно какой. Давай, кстати, немножечко сделаем вот так. Пусть хотя бы будет таким образом. Окей. Пусть будет таким образом. И вот. У нас теперь тут должна отображаться информация, которая будет приходить из любой пиццы. Например, я хочу открыть пиццу там 5. И вот. Тут у нас откроется пицца 5 по вот этому адресу. Мы этот ID должны вытащить из массива наших пиц и получить по нему всю информацию. Вот такая задача. Но давай перед тем, как это сделать, посмотрим, можем ли мы вытащить этот параметр. Смотри. Для этого есть специальный хук. UseParams. Мы берем его с помощью библиотеки реакторов труду. И передаем вот таким вот образом. То есть пишем. Я не знаю, почему они делают лет. Наверное, это уже как бы, ну, просто сам автор документации решил так вот летами делать. Но я обычно const пишу. То есть даже если я вытаскиваю что-то, я пишу const. Давайте сначала проверим, что она вернет парамс. Что вообще хук нам вернет. Смотрим. Вернул нам ID. И заметь, кстати, в ID хранится 5. И ты такой, ну, в принципе, понятно. Вроде бы как-то скажешь, да, вроде как понятно. Но давайте теперь сделаем следующее. А откуда взялся ID? Посмотри внимательно. ID взялся вот отсюда вот. То есть мы теперь пишем. Чуть-чуть увеличу звук. Мы теперь пишем. Тут. Пицца. Или давай напишем. Ето. Мой. Ид. Смотри. Видишь? Это мой. Ид. Теперь если я хочу сделать еще динамический параметр, я могу написать. Супер. И вот тогда видишь 404. Ты скажешь, а почему? Я же зашел на пиццу. Пять. Почему 404? Смотрим. Пицца. Тут у нас 5 указано, да? Вот. Ну а дальше-то что ты делаешь? Дальше ты должен указать еще один параметр. Мы такие, ладно. Указываем. Hello. Смотри теперь. Это мой ID в объекте как свойство и значение. Видишь? Вот это вот. И это мой ID. А hello. Это супер. То есть получается, вот эта переменная и эта переменная, они взяли значение вот отсюда. Почему? Потому что мы в роуте объяснили. Роут. Когда будет рендер вот этого роута, тебя, проверь в адресной строчке, есть ли начало вот такое. Он скажет, да, есть. Потом мы говорим, а проверь, есть ли вот такой параметр, слэш, вот такой параметр. И реакторутор говорит, я не знаю, что там может быть внутри, мне плевать, что. Но если хотя бы вот такая маска, вот такая вот, соответствует этому значению, то есть есть какое-то соответствие, хоть и динамические параметры, то подставь под эти параметры то, что идет тут и вот тут. Вот. Вот так. Ну давай сделаем теперь ID. Вот у нас теперь не работает эта страница. Мы вернемся назад. Хоп. ID 5. Надеюсь, понятно. Хорошо. Теперь с этой задачей мы разобрались. Теперь мы можем взять, например, парамс с помощью деструктуризации вытащить ID и, например, его сюда передать. Например. Вот он. Сделаю там. Вот так. Видишь? Он подставляется сюда. То есть вот этот вот параметр из этого объекта, я могу сейчас что угодно с ним делать, не важно что. И важно примечание. Помнишь hook useLocation? Он тоже так же, как и useParamse, они оба делают перерисовку, если в адресной строчке что-то поменяется. Вот такой вот важный момент. То есть если в useParamse проверить, что адрес поменялся там, оказался новый параметр какой-то, то он такой, ладно, окей. Вытащит оттуда информацию из этого параметра, ну, динамического роута. И вот ставит сюда. Вот так. Хорошо. То есть с этой задачей, я думаю, понятно. Теперь смотри, какой момент. Как нам отобразить пиццу? Я делаю там ID 5, и у меня не рендерится пицца моя. Переходим в mock-up. Зачем mock-up переходить? Перейдем в мы, в редакс слайс пицца. Находим вот эту ссылку. Вот так, смотри. И теперь нам нужно понять, какую пиццу мы хотим получить. Мы хотим получить пиццу 5. Смотрим. ID 5. Вот. ID 5. Теперь для того, чтобы вытащить именно вот этот объект из всего массива, обычно более-менее нормальный backend, который вот пишет backend-разработчик, он предоставляет какие-то ссылки на то, чтобы получить все пара, все там какие-нибудь продукты или один продукт. Обычно для того, чтобы получить один продукт, нам, как фронтендерам, не требуется запросить там все тысячи продуктов, потом сделать фильтрацию JavaScript и взять один продукт. Нет. Обычно бывает так, что есть один роут для всех продуктов, и далее передается там что-то еще. ID роута. Ну вот как-то так делается. И в этом случае в смокапе есть тоже такая же тема. Вроде как. Должна была быть. Давай проверим. Посмотрим, как я. Вроде как была. Давай проверим ниже. Вот. Видишь, написано. Blocks. И двоеточие ID. И он вытащит один блок из этого массива. Давай мы напишем... Напишем мы... Пусть будет пять. Почему-то не находит. Один не находит. Давай перейдем тогда в мокапе вместе. И тут... Вот у нас ID даже указан. Ммм. Странно. Ноль. Давай сделать тут тогда... Погоди. Что-то я... Не... Что-то... Что-то не то. Хм. Странно. Items. Вот у меня указано items. И вот сейчас он должен был мне вернуть объект, у которого есть ID 5. Давай мы попробуем тогда сделать следующим. Если так не получится, мы сделаем по-другому. Попробуем мы сделать следующим образом. Мы тут чисто для интереса... Давай я сделаю один. Возьмем вот этот вот объект. Чисто для интереса сделаем тут не числом, а строчкой. Ага. Понял. Я тебя понял. Хорошо. Значит, мокапе делает строгую проверку. Что очень странно, честно говоря. Очень странно. Теперь давай вот возьмем, наверное, все наши ID-шки. Их превратим в число. Легче будет, если я сделаю вот так. Ой, извиняюсь. В строчке. Вот эта строчка, строчка, строчка. И тут везде, где у меня числа сделать строчками. Угу. Вроде бы теперь нормально. Мы сохраняем эту всю информацию. И если теперь я напишу 5, видишь? Если я сделаю теперь 3, вот, вся информация запросилась. Теперь мне необходимо сделать так, чтобы этот запрос отправился на backend. То есть я, когда перешел на вот эту вот страницу, отправился запрос на backend. Он запросил этот объект, только один объект, а не массив из одного объекта. Только один объект. Из него я вытащил все параметры и подставил их сюда. Ну, это сделать, я думаю, нам несложно. Мы переходим в full pizza. Берем id. Тут пишем react. Use effect. Далее. Указываем. Тут, что мы хотим вытащить. Или в атаке. Давай вот так вот сделаем. Потому что при первом рендере всей страницы у нас по умолчанию первый раз это отрендерится. И тут уже будет shit id. То есть вот я сделаю опять. Сразу же уже будет у меня shit id. Мне можно тут не передавать айдишку. То есть если я вот смотри. Сейчас у меня home рендерится. Я вот зайду внутрь пиццы и у меня сразу же первый рендер уже full pizza отрендерилась. И она уже знает, что адрес настроечка pizza 5. Потому что вот он вместе с ней сделала перерисовку со сменой адреса. Теперь что мы делаем. Теперь мы попробуем написать, что мы хотим с помощью access. Сделать запрос на backend. Вот так. И сюда передаем вот таким вот образом id. Я могу сделать это trycatch. Могу сделать это с zen. Давай сделаю с zen. Да. Смотри, тут какой важный момент. Если я хочу сделать... Хотя давай trycatchем сделаем. Если я хочу сделать trycatchем, то useEffect не может быть уже async. Его нельзя сделать async. В реакте это запрещено. То есть если я сохраню и перезагружу страницу, мне react будет ругаться, что я не могу тебе useEffect сделать async await'ом. UseEffect мне, он говорит, вернет promise. Это неправильно, говорит, useEffect. Вот так делать нельзя. И как быть, если я, например, хочу тут делать await и вытащить данные? Есть два варианта. Асинхронные действия мы можем внутри useEffect'а написать, но вот таким вот образом. Создать сначала функцию. Назовем ее fetchPizza. Пусть будет так. Она мне вернет data. Вот в ней я уже могу сделать await. Мы помним почему. Далее. Я скажу. Давай setState сделаем. Пусть будет data setData. Пусть будет так. И передам сюда data. Вот таким вот образом. Хотя давай сделаем тогда пицца. SetPizza. Вот так. Хорошо, но только это обернем и в tryCatch, чтобы мы могли отловить ошибку. Обязательно нам нужно это делать. Это очень важно. То есть, это показатель того, что это хороший программист, если он, кроме того, чтобы просто делать запрос, еще отлавливает ошибки и в этом случае делать что-то обратное. Это важно. Это очень-очень нужно еще не как самому программисту, а как тому человеку, который будет пользоваться твоим приложением. И если у нас что-то пошло не так, мы скажем alert, я не знаю, там, пока сделаем, типа, ошибка при получении пиццы. Пока мы так сделаем. Потом мы сделаем redirect на главную страницу. Смотри, мы сделали вот такую функцию. И она не делает нам запрос на backend. Видишь, у нас запрос не происходит. Почему? Я создал функцию, но я ее не вызвал. Как ее вызвать? Как и любую другую JavaScript функцию. Просто взять и указать вот эти вот круглоскобки на название функции. Вот. Я внутри user-effectа создал функцию асинхронную и ее ниже вызвал. Давай проверим. Мы видим, что с backend информация запросилась. Вот она. Теперь давай возьмем пицца и в этих местах подставим title. Description у нас нету. Давай сделаем тогда. Пусть будет тут. Пусть будет тут price. Пусть будет так. И картинка. Пицца. Image URL, да? Все верно. Сохраняем. И смотрим. Вот у нас crazy pepperoni был. И цена. Ну, кстати, смотри, у нас ошибка. У нас по умолчанию у нас по умолчанию в нашем стейте не хранится объект. У нас тут хранится undefined. Видишь, мы ничего не передаем, значит undefined. И как быть? Что делать в этой ситуации? Если мы хотим, чтобы у нас не происходила ошибка, если пока еще пицца не загрузилась. Видишь, я делаю F5. Пицца еще не загрузилась. И запрос должен был отправиться. Но он не успел отправиться, потому что произошла ошибка. Мне нужно сказать, если пицца еще не загрузилась, не рендери вот эту разметку. для этого мы просто делаем условный рендер и говорим, если пицца не загрузилась, загрузка. Видишь? Вот. То есть, теперь получается, я не буду внутри undefined искать image URL, потому что этого сделать нельзя. из этого до того, чтобы, ну, до вытаскивания из undefined до чего-то, я делаю проверку, нужно ли мне это делать. Нужно ли мне из пиццы вытащить что-то. Если пицца пустая, то покажи загрузку. Это значит, что вот этот код, который потенциально мог получить undefined, он его уже не получит. И я теперь проверяю, что если будет undefined, то значит, идет загрузка. Значит, пока еще пицца не загружена. Вот. Все нормально. И мы видим, что все работает. Теперь давай попробуем перейти в home. Где у нас home? Что я? Вот же он. Находим мы места, где он рендерится пицца блок. И мы можем, по идее, два варианта сделать. Или же обернуть тут линк, или на это обернуть линк. Или же на всю разметку обернуть линк. Давай лучше сделаем вот тут. Вот тут сделаем. Вот так. Пусть будет рендериться линк, и внутри него пицца блок. Далее. Tool у нас будет уже пицца object id. Будет так. И кей, смотри, кей уже мы не передаем в пицца блок, потому что не он родитель. Он уже дочерний элемент линка. Мы сюда передаем теперь кей. Вот так. И линк мы импортируем. react router doom link. Делаем вот таким вот образом. А, кстати, вот у нас уже импортирован. Вот он. Импортирован. Давай теперь проверим. Угу. Четыре сезона. Вот кликнул четыре сезона. Маргарита. Вот. Маргарита. Смотрим. Чизбургер пицца. Чизбургер пицца. Открываю там, не знаю, вот эту вот пиццу. Crazy pepperoni. Вот информация о crazy pepperoni. То есть, мы теперь конкретную пиццу запрашиваем с бэкэнда. И она нам возвращается, как мы и хотим. Вот. Все работает точно так, как нам нужно. Хорошо. С этой частью все понятно. Давай это уберем. С этой частью все понятно. То есть, мы смогли разобраться с тем, что если мы хотим по условному рендеру, в зависимости от того, что у нас в адресной строчке рендерит что-то, мы используем useLocation. Hook useLocation. UseLocation нам дает понять, что не только адресная строчка поменялась, что нужно компоненту сделать перерисовку. UseParams мы используем для того, где у нас он? Вот он. UseParams. Мы используем для того, чтобы оповестить компонент о том, что нужно сделать перерисовку и вернуть в нашу переменную те параметры динамические, которые мы будем передавать тут, если они будут у нас содержаться. Вот так. То есть, он нам вернет динамические параметры. Напомню еще раз на всякий случай, что динамические параметры в адресной строчке это те, которые начинаются с двоеточия и названия переменной. Если будет вот так, то тут нет динамических параметров. И динамические параметры не значат вот это вот. Типа парам, ну пусть будет я не знаю, там id5, пусть будет sort popular, например, вот я не знаю, cut id5, popular sort. это не динамические параметры. Это просто параметры URL параметры, как хочешь называй их. Динамические параметры это вот этот ну в роутах. Вот он, для react роутера. И вот, чтобы вот эти вот параметры вытащить, мы используем hook useParms. Если ты захочешь вытащить вот эти параметры, то ты можешь использовать или же window location search, или же взять с помощью вот этого параметра, с помощью вот этого hook'а и вытащить то, что тебе необходимо или в атак, или же перейти в location, useLocation, и внутри него будет свойство search. А в search будет содержаться вот это вот все. Вот это вот все. Ну, и search имеется в виду не поиск, как мы привыкли понимать программирование, а search имеется в виду параметры, которые будут подходить для поиска, ну, в location. И вот, они могут содержаться или же в useLocation hook'е, или вот тут вот. Насколько я понимаю, он вполне позволит нам это сделать. Но я его, честно говоря, не юзал, потому что я, в принципе, обходился этим, или же просто там сам parcel, все, что мне нужно. Ну, ладно, не суть. Вот, мы поняли, что это за hook'и, и зачем они нужны в целом. То есть, все hook'и объяснять не буду, ты сам их можешь спокойно почекать. То есть, под конец этого урока давай расскажу, что такое outlet. Что это и зачем это. Конечно же, показывать на примере вот этого приложения можно, но оно не настолько огромное, чтобы прям на нем показывать outlet. Но все же покажу. Что имеется в виду неогромное? Неогромное я подразумеваю, например, представь, что у нас есть дашборд. Давай покажу. Приходим в документацию templates. Ну, это просто пример. Вот у нас есть типа слон дашборд, ну, типа панель управления. И в панели управления всегда, куда бы мы ни пришли, будет хедер с заголовком каким-то и кнопкой там войти, выйти, ну, и плюс нотификации, например, могут быть. А контент, он может быть разным, но меню и хедер всегда один. Контент может быть разным. И обычно, когда стоит вот такая задача, что какая-то часть нашего шаблона должна быть одной, то есть, например, вот это и вот это, у нас не должно меняться, но вот эта вот часть, условно, если у нас должна меняться, вот эта вот часть, давай сделаю даже вот так ее, если вот эта вот часть у нас должна меняться, а вот эта вот часть или верхняя часть если они оба не меняются, и они должны на всех роутах всегда присутствовать, мы можем использовать такую штуку, как outlet. И давай покажу, что это. Вот приводится пример. Тут говорится, что есть какой-то дэшборд-компонент, есть AppJS. И сказано, если ты хочешь, чтобы твой дэшборд хранил хедер и условно меню, и далее непонятно что, неважно что это будет, сделай себе какой-то шаблонный компонент, в котором обязательно будет держаться заголовок, какой-то хедер, меню, то есть как-то их размести таким образом, и между ними, если будет какой-то динамический контент, передай просто нам компонент, говорит outlet, react-root-on-dom. Далее сказано, когда ты будешь создавать свой роут, главный роут, в нем укажи компонент-шаблон, в котором будет всегда хедер, меню и уже какие-то другие роуты. В эти роуты сообщения, задачи, то есть имеются, ну там, orders, customers, reports, ну представим, что они вот они. Они все будут заменяться на вот этот outlet. Вот примерно такая история. Давай теперь покажу. Как я сказал, в принципе, это можно не делать в нашем приложении, но я все равно сделаю, потому что, ну, чтобы ты просто понимал, что так можно сделать. так как у нас оно не очень большое и в целом достаточно того, что есть. Окей. Давай теперь вот этот вот весь код, точнее, давай покажу, точнее даже, вот эту часть и вот эту часть превратим в компонент. А все, что внутри него, вот это вот, будет рендериться внутри компонента. Я тебе покажу пример того, как в React у нас рендерятся дача не элементы. Что мы делаем? Мы пишем function parent пусть будет родительский компонент. Он рендерит всегда пусть будет h1 давай даже не h1 а div в котором есть h1 заголовок вот так и children тут пусть будет children теперь, чтобы из родителя вытащить дочерний элемент я вот делаю вот так теперь смотри я могу сказать parent вот видишь, вот заголовок 555 то есть сначала я рендерю обязательно вот эту всю информацию и между ними я могу сделать что угодно видишь, вот и это всегда рендерится но дальше уже то, что я передам в parent это может быть рандомным видишь ну, чем угодно имею ввиду я делаю children но если мы юзаем реактор router doom то children передавать нельзя children не передается там уже вместо children нужно писать компонент outlet вот так это по сути children в старой версии реактор можно было делать children но в новой версии решили обойтись и children избавиться от него не знаю почему и сделать это все с outlet там наверное была какая-то причина веская и сделали компонент отдельный outlet и когда parent родительский road будет рендерить дочерний то есть например у нас родительский будет главная страница самая а дочерний может быть корзина там что-нибудь еще то они уже будут рендерить тут то есть будут указываться в этом месте и вот что мы будем сейчас делать мы возьмем уберем вот эту вот всю часть уберем всю часть и уберем вот эту вот и как я сказал это преобразуем вот это вот все в компонент но это не будем смотри на твоем сайте могут быть разные лейауты условно может быть лейаут в котором обязательно должна быть шапка там ниже какая-то информация там футер или что-нибудь еще на другой какой-то там я знаю там на промо-акции какой-нибудь лендинг может быть у него может быть другой лейаут там может быть без хедера я не знаю там просто баннер какой-то ну может оказаться так что содержимое какое-то там с разными компонентами а именно структура именно шаблон наш лейаут он может всегда быть статичен для разного контента короче что давай покажу пример что мы делаем мы берем тут указываем следующим образом тут указываем папочку лейаут ну это не обязательно если что ты можешь это в компонентах папки делать но я сделаю лейаут и напишем пусть будет main лейаут пусть будет так смотри это не обязательно именно вот так делать вот папочку лейаут и назвать именно лейаут как угодно ты можешь делать чтобы ты вообще в будущем просто понимал чтобы ты не думал что если это я так делаю вот эти вот ну вот такой вот папку лейаут и название main layout что ты так тоже всегда должен делать это типа иначе работать не будет нет если хочешь ты можешь назвать это как угодно это чтобы ты просто понимал мы теперь назовем его rap давай это сделаем вот так и скажем экспорт дефолт main layout вот внутри него будет рендериться в раппер сейчас вот так будет рендериться в раппер далее рендерится шапка то есть почему я сделал шапку потому что она везде и тут и тут и в этом месте будет рендериться неважно куда бы я перешел видишь везде она есть у меня преследует из-за этого она будет у меня всегда тут далее убираю 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 вот так и осталось взять вот это вот то есть контент содержимое у меня будет рендериться везде вот этот вот div ставим его сюда и его убираем тоже вот теперь наш app.js содержит только роуты если что в app.js это не обязательно тоже так делать там ну может ниже выше содержатся что-нибудь еще там разные компоненты но просто нам сейчас вот так вот у нас так сложилась ситуация что только у нас есть роуты в app.js и мы так оставим хорошо что делать теперь если я возьму передам children где вот и сделаю как указано вот тут видишь написано сделайте свой dashboard а представь что dashboard это вот это видишь по сути это и есть вот это вот возьмем содержит обязательно слово dashboard и дальше не важно что мы пишем давай напишем children тут же у нас неизвестно что будет рендериться да это у нас статика а тут неизвестно что мы берем как указано в документации создаем родительский роут и внутри него дачальный видишь идет родитель вот он закрывается а дальше не закрывающийся вот таким вот образом видишь не закрывающийся один роут и второй ну просто вот так он закрывается но вот они они уже не children мы берем указываем точнее они children но у них нету самих children что мы делаем мы пишем тут род делаем родительский род главный нашим layout в нем будет паз элемент в него передаем не дэшборд а main layout и рендерим вот это вот все а кстати мы забыли хедер прикрутить вот так теперь вот видишь у нас не рендерится у нас не рендерится содержимое хотя я сказал что мне нужно внутри этого main layout отрендерить какие-то дочерние вот я указал и видишь я по факту это передаю это таким образом но это не работает то есть это не рендерится мы можем конечно сделать вот так вот вот так но у нас смотри происходит вообще какая-то ошибка связана с react роутером он пишет main layout это не роут все компоненты должны находиться внутри дочернего компонента роутс давай кстати сделаем вот это вот тоже из этого сделаем вот так вот теперь у нас внутри main layout есть вот это вот есть вот это есть вот это вот ты скажешь ну блин а не могу ли я сделать тогда просто вот так зачем мне взять и передавать вот таким вот образом типа родителя что мне не хватает вот этой всей ситуации и тут дело в том что вот этот layout нужен для того чтобы точнее outlet нужен для того именно вот такой вот способ для того чтобы react роутер корректно работал со всеми этими параметрами и со всеми хуками и с прочим с логикой роутера чтобы он корректно работал и корректно рендерил дочерние роуты в будущем если у нас например очень маленький сейчас очень маленькая вложенность роутов вот в нашем приложении то в крупном приложении уже будет ну важно использовать outlet там где это нужно будет если вот например тут только 4 роута и они не вложены так особо сильно друг друга то это в принципе окей вот сделать вот так но бывают ситуации когда необходимо из одного родителя там в другой родитель прокинуть одни роуты а в этих роутов то есть может смотри как быть может быть такая структура вот один роут он содержит в себе раз два там три четыре в этом роуте может быть раз два три четыре в этом роуте может быть только раз в этом может быть раз два ну и так далее да ты понимаешь и для того чтобы корректно работала логика передачи из родителей в дочернюю часть каких-то лейаутов необходимо бывает использовать эти аутлеты вот чтобы вот эта вот часть вот эта вот история работала корректно потому что может быть еще раз еще раз там дальше может быть то есть вот этот вот процесс вот для этого в React роутере это и юзается давай заодно и посмотрим что нам сама документация говорит outlet следует использовать в родительских элементах маршрута для отображения для отображения их дочерних элементов маршрута да это позволит отображать вложенный пользовательский интерфейс при отображении дочерних маршрутов если родительский маршрут точно соответствует он будет отображать дочерний индекс маршрута или ничего если индекс маршрута нету вот то есть у нас по умолчанию будет указан вот этот роут и он скажет что все что будет идти дальше Будет рендерить Ну вот, если, например, смотри, вот у нас родитель И дальше уже мы указываем, что может быть Slash messages, slash tasks В нашем случае это вот так То есть мы, смотри, что теперь делаем Мы создаем вот родительский road Вот этот вот Вот он И говорим, что теперь у нас будет идти слэш Далее будет главная страница Далее слэш Он берется отсюда, карт Слэш, пицца и так далее Если, например, у нас был бы там, смотри, карт Потом бы мог бы оказаться там карт Что-то еще А внутри него еще какие-то роуты могут быть динамические То в этом случае нужно использовать аутлеты Чтобы все это работало корректно То есть, ну, пока у нас такой нет необходимости Прямо огромные вложенные роуты делать Вот Теперь мы, смотри, что делаем Вместо того, чтобы делать children Мы берем из библиотеки react-роутера Не импортируют Берем из библиотеки react-роутера Компонент Outlet Убираем children И рендерим его В том месте, где нужно рендерить какие-то динамические роуты Вот Видишь, все работает теперь нормально То есть, вот такой вот способ с аутлетом Нужен для каких-то больших вложенных роутов Которые вот могут быть в твоем приложении Если у тебя, как у нас, небольшое приложение То, в принципе, ты можешь сделать там children Как я тебе показывал ранее Если у тебя какие-то большие там вложенные Глубину роуты там и так далее То нужно юзать аутлет Чтобы все работало корректно Вот Теперь это значит, что у нас будет статика А тут будет какая-то динамика И в этом месте у нас будет рендериться один из этих роутов Один из этих роутов Главное вот Корзина вот Видишь, все работает Переходим в пиццу Все работает нормально Если я перейду теперь вот сюда Кстати, вот тоже работает корректно Перейду сюда Вот у меня тоже работает not found Вот Теперь давай сделаем еще под конец Таким образом Что когда буду в full pizza И если такая пицца не найдется То я Буду перенаправлять человека На главное Ну, почему, зачем им оставаться В этом месте, да, смысл Мы его просто перекинем на главное Потому что пиццы нету Ну, я повестим об этом Перед тем, как перекинуть Use Navigate Далее передаем сюда Navigate Потому что она вернется в функция Этот хук вернет нам в функцию Специальную Которая будет позволять нам делать переход Это как типа UseDispatch Только для React роутера И теперь мы говорим Когда будет catch Нам нужно Сделать переход на главное Но только смотри как Сначала alert А потом переход на главное Ну вот, например, я так хочу Давай проверим Работает 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 Нормально все То есть, ну, catch Нету Но если я перейду Сюда Такой пиццы нету И мы выходим отсюда Что, в принципе, нормально И логичное поведение Вот такая история И вот такие фичи Есть React роутер И на самом деле Я, конечно же, все тебе объяснить не смогу Потому что тут очень много всей информации И если я тебе начну ее объяснять Это уже просто будет еще отдельный курс По библиотеке React роутер Самые главные вещи, которые тебе нужно знать Из React роутера Я, в принципе, объяснил Остальные мелочи Ты постепенно сможешь догнать сам Или, не знаю, там, посмотреть Какой-нибудь другой урок На этом, в принципе, все